22-я сура, 46-й аят. Но этот аят очень мощный и очень сложный. Не знаю, смогу я его раскрыть или нет этот аят. У меня еще тут других много аятов. Но попробуем. Он очень глубокого смысла. Его нужно уметь видеть и чувствовать в жизни. Потому что он, на самом деле, этот аят присутствует постоянно в жизни. Нужно только уметь его видеть и чувствовать. . То есть до этого был аят 45-й, где говорилось, что в итоге люди приводят сами себя своими грехами, своей необязательностью, своим обжорством и так далее, ненасытностью, сами себя приводят к полному краху и в полной потере. Там говорилось, что и дома разрушены, и колодцы никому не нужны, и дворцы пустые стоят. В 46-м говорится . Разве не могли они, эти люди, путешествовать? Прямо так и идет. Посрочно. Почему бы им было не путешествовать и посмотреть, что там вообще в жизни? Потому что, если бывали в разных странах, я, наверное, когда этот аят раньше цитировал, тоже это говорил. Есть в Иордании город Петра и таких много мест вообще в мире. Но он, наверное, один из наиболее древних и хорошо сохранившихся. Город внутри скал, они были вообще неприступными. Вот я как сейчас вспомню, мы шли, не знаю, около километра ты идешь, примерно, ширина 5 метров проход. То есть это, если вы себе представите, огромная скала, огромная скала, со всех сторон вот такая, высоченная. И вот здесь маленький проход. Ты идешь там полкилометра или километра по этому проходу, над тобой наверху. То есть ты так просто не пройдешь. Сверху тебя убьют. То есть этот город был защищен со всех сторон. Вот так вот ты заходишь, если ты свой, полкилометра или километра, и перед тобой внутри этой каменной глыбы, внутри открывается целый город. Наверняка вы видели картинки даже Петра. Там тут и какой-то театр, и все из камня. Там у них храм, тут какое-то казначейство, и все в камне сделано. Сколько-то тысяч лет этому. И в Коране, в том числе, этот народ упоминаем. И в итоге там ничего и никого. Они были вообще неприступны. Эту территорию они полностью контролировали. Дань со всех брали. Ну, в смысле, территорию, большую территорию. Они выходили оттуда, контролировали территорию, собирали дань, а тут внутри жили. И никто не мог их взять. То есть их побить. Но в итоге, все равно, когда ты там оказываешься, смотришь, все это мертвая территория. Мертвая территория. Там ничего нет. То есть по тем временам это была высшего уровня цивилизация. Как в Коране тоже говорится же, у каждой умы, у каждой цивилизации государство свой период. То есть у каждого человека свой период жизни. Пока он у тебя есть, нужно уметь этим воспользоваться. Во благо земной и вечной. И вот здесь говорится. Почему бы людям не путешествовать по земле? Посмотреть, что, к чему, как. Как начиналось, чем закончилось. . Но путешествовать так, чтобы у них были сердца, которыми они мыслят. Можно перевести, которыми они разумеют. То есть здесь сердцам, сердцу напрямую относится к сердцу. Глагол «разуметь». То есть то, что связано с мозгом. То есть уметь задумываться о последствиях земных вечных, да, уметь чувствовать наставление. То есть мы с чем-то сталкиваемся, нужно в этом чувствовать наставление. Здесь идет, почему бы вам не двигаться по земле и не думать своими сердцами, разуметь, и не слушать своими ушами. То есть почему бы вам этого не делать? То есть жизнь, она наполнена назиданиями, сами разными. Ребенок с тобой говорит, взрослый, алкоголик с тобой говорит, такая ситуация, другая ситуация, но самые разные ситуации. Этого очень много.